Музей Я всегда говорю, что икона должна быть в музее Особенно более какая-то редкая, более ценная Для того, чтобы она была и сохранена в буквальном смысле И с точки зрения климатических условий, условий ее хранения Для музея, конечно, это все более в музее предпочтительней Я говорю, что если человек хочет помолиться, он может прийти в музей помолиться у иконы Но в данном случае, я как раз говоря о том, что икона должна быть в музее Я их передаю в храм Потому что в храме иконы обязательно должны быть Да, это сихская Божья Матерь Да, Троица, Царь Ну, дело не в том Эти иконы, так сказать, отбирались вместе с работниками храма Они им понравились, они выразили свои, так сказать, пожелания Ну, а я пошел им на встречу И вот, я думаю, они... Вообще, конечно, удивительный храм, замечательный Я здесь не был никогда Много о нем слышал, читал, видел И я просто поражен Поражен объемом работ, которые сделаны, восстановлены Это лишний раз говорит, что предела возможностей человеческих при, так сказать, нету огромных Я просто под большим впечатлением нахожусь Тем более мне приятно, что эти иконы будут здесь жить вечно Вечно Да коли мир стоять будет В Иерусалим там выставлено 75 икон из моей коллекции Большая храмовая икона Она с большим успехом проходит Большой интерес, люди приходят, смотрят Там есть уникальные иконы 16-го, 17-го века Но дело даже не в этом Дело в том, что это большая храмовая икона Которая, как ничто другое, производит особое впечатление Такое сильнейшее воздействие Такое, не знаю, огромное количество отзывов, звонков к нам Феликс Иоманович, а также я знаю, у вас планируется выставка осенью Это как ваша компания, как вы будете с личной деятельностью в Манеже Скажите об этом подробнее, пожалуйста Ну, в Манеже, там где я проводил выставку Большая храмовая икона В конце 2014 года Которое с большим успехом прошло Там десятки, может быть, сотни тысяч людей Там пятичасовые очереди были Туда люди шли, шли, шли И месяц была выставка И до последнего часа, до последней минуты Полный зал был народа Люди были, люди интересовались, где это будет, когда будет И вот сейчас тоже где-то перед Новым годом Тоже очень интересное, познавательное Как всегда информативное Будут работать экскурсоводы Будут колокола, будут песнопения То есть будет вся атмосфера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому